Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в английском чате пользователь по имени Ашок Шарма написал, что если перевести с английского, фальшивый генеральный директор компании Quester World Diego Martin арестован сейчас в Дубае. И ему написали, что предоставь доказательства, откуда ты это знаешь. И Ашок Шарма написал, что мой друг работает в дубайской полиции, он мне сказал, это хорошие новости, мы хотим наши деньги получить обратно и они должны нам заплатить за тот ущерб, который мы понесли каждому из нас, заплатить причем наличными. Вот такая вот интересная информация. Конечно, кто-то может сказать, это все фейк, это все ерунда, потому что доказательств, что Diego арестован, нет. И давайте с вами посмотрим, когда были последние сообщения от Diego Мартина в официальной группе. Вот, Diego Martin Official Group. И вот обратите внимание, что вот, например, если посмотреть, вот даты сообщения, вот видите, 20 июня. И вот ему задают вопросы, вот здесь он отвечает, что у нас будет одна карта у всех. Мы хотим сделать одну компанию. Так, мы хотим сделать это быстрее даже, чем в август. Так, и типа, we will send automatically as I know, but I'm not sure yet. То есть мы там что-то автоматически, наверное, вывод сделаем или карты пошлем. Так, тут он говорит, что нужно связаться с Элизабет. Тут он пишет, что я проведу изменения в департаменте, и все люди будут верифицироваться легко. Проверка Тейлс на лояльность, это ваша нормальная работа. Это опять идет разговор, видимо, о тех лидерах, которые параллельно двигают другие компании. Нет, нет. Ай, вас спросили, как можно к собеседованию подготовиться, а он пишет, что не надо никак готовиться. Это легко. Так, короче, нам с вами надо увидеть последнее сообщение. Вот, я хочу изменить жизнь людей, да, бла-бла-бла. Вот, август, опять про август говорит. Так, вот Эльмира может сказать, она меня тоже знает. Так, ай, что-то, ай, байт, но Эльмира. Так, так. Вот тут что-то они переписываются, вот. Вот, и тут моя правая рука Виктория Кристина. Какая красивая женщина. Дубай. Вот что-то он про Дубай говорит. Так. We call in order to make the structure grown. А. Ну, тут его спрашивают, вы будете вызывать директоров по порядку или как-то по очереди? Вот. И он пишет по порядку, по порядку, чтобы структура росла. Так, и тут он пишет, что я пересмотрю этот пункт в офисе. Пока на данный момент ничего не могу сказать. Так, хорошо прокручиваем, прокручиваем. Так, так. Вот ему как раз тут задают вопрос относительно директоров, которые уже продвигают другие компании. Вот Диего отвечает, им нужно прочитать заново пункт восьмой договора с компанией. Так, вот. Относительно работы в других компаниях. Так, вот здесь он говорит, останетесь в офисе в Москве, нет в Дубае. Так, и вот как раз подходит время, это все 20 июня, я читаю. Он здесь пишет, вот 21.41. Да. Короче, мне надо идти, я уже тут больше часа общаюсь. Было приятно, моя семья, как обычно. Так, и как только, как только я получу подтверждение, я всем сообщу. Увидимся, всем пока. То есть, вот его последнее сообщение. И давайте смотреть. Вот я прокручиваю вниз. То есть, мне было интересно понять, а были ли у Диего сообщения за последние дни, то есть после 20 июня. Вот, как видите, куча народа присоединяется к чату. Сейчас уже больше 12 тысяч человек. Вот я кручу. Вот видите, июнь уже 22 пошло. 22, 22, мы все крутим, 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 крутим. Так, 22, так, это все 22. Вот люди все присоединяются, присоединяются. Так, вот, 23 июня и 24. Замечательно, 24. Так, вот, 25 пошло. То есть, сегодня уже, сегодня день заканчивается. Так, крутим, крутим. И, как видите, все. Я дошел до конца, до конца чата. То есть, за последние 5 дней от Диего никаких новостей, никаких сообщений. Еще раз повторю. Конечно, кто-то может сказать, то, что его якобы арестовали, это там фейк, это все ерунда, это там чей-то розыгрыш. Ну, допустим. Тогда почему уже 5 дней нет никаких сообщений? Последние сообщения были 20 июня. 20 июня, соответственно, а сегодня 25. То есть, 21, 22, 23, 24 и 25 нет ни одного сообщения. Это интересно. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.